Какие бы Вы посоветовали снотворные, чтобы улучшить сон? И спрашивают, а помогают ли антидепрессанты, чтобы улучшить сон? Это такой, знаете, вопрос. Особенно мне нравится, когда приходит человек, который уже где-нибудь лет 15 страдает бессонницей. Он мне показывает список из 10-15 препаратов всех групп мыслимых и немыслимых, сон, куилизаторы, снотворные, антидепрессанты, нейролептики, которые он уже принимал. И говорит, доктор, Вы же там светил отечественной сомнологии. Вы точно знаете 21-ю таблетку, которая меня спасёт. А когда я ему начинаю так осторожно рассказывать, что, как там Эйнштейн говорил, что самая большая глупость — то же самое делать и надеяться на другой результат, если могу назначать 21-ю таблетку, то, наверное, мы не совсем получим эффекта. Сразу получают такую негативную реакцию. Доктор знает, но не хочет говорить. Но вот интересно по поводу таблетки продолжу. Знаете, когда человеку приходит доктор, или пациент приходит доктор и доктор, у меня бессонница где-то там 3-5-6 месяцев, в смысле. Повышение температуры тела. Ну, не знаю, 37-5 или 38, 3 месяца или 6 месяцев. Что делает доктор? Ну, он обычно назначает обследование, анализ крови, рентген, уточнять причину повышения температуры тела. А когда приходит пациент и говорит, доктор, а у меня бессонница 3 месяца, 6 месяцев, 5 лет, что назначает доктор? Он назначает сразу снотворные, транквилизаторы, антидепрессанты и так далее. А где обследование, а где диагноз? У нас только болезни и сна больше 60 штук. И, кстати, вот, допустим, по поводу антидепрессанта, у меня буквально вчера была пациентка на консультации, которой был назначен мертозапин. В общем-то, вроде бы, хороший препарат со снотворным действием, который был назначен ещё 2 года назад. Она тогда начала испытывать на фоне приёма мертозапина неприятные ощущения в ногах, которые дополнительно мешали заснуть. А у неё и до этого, они даже усилились на фоне приёма мертозапина. Она с этими жалобами пришла. А потом она мучилась, принимала этот мертозапин, потом ещё другие антидепрессанты. А дело в том, что, во-первых, у неё исходно был синдром беспокойных ног, и там не нужны антидепрессанты. А более того, усиление синдрома беспокойных ног — это класс зависимый побочный эффект антидепрессантов. У 10-15% людей, которым назначаются антидепрессанты, возникает или обостряется синдром беспокойных ног. И возникает вопрос, а где же был диагноз-то? Нужно же было сначала диагноз выявить, и тогда совсем другое лечение. Кстати, это та же самая ситуация и склад с зависимым эффектом у нейролептиков. То есть, а знаете, бывает ситуация какая? Приходит какая-нибудь бабушка и говорит, доктор, знаете, у меня какие-то червячки под кожей ползают вечером и мешают заснуть. А что сразу думает психиатр? Он же свой диагноз ставит, какие-то тактильные галлюцинации, назначает нейролептики, а бабушка приходит и говорит, доктор, они у меня ещё больше там ползают. Доктор думает, так, нужно увеличивать дозировки. То есть я к чему? Я совершенно не против антидепрессантов, назначаемых по показаниям. Я не против снотворных нейролептиков и транквилизаторов, назначаемых по показаниям. Ну просто сначала нужно поставить диагноз, а потом уже назначать лечения. Более того, иногда сами себе назначают. У меня вот такие пациенты. Я сам себе полтаблеточки. Знаете, вот так стал спать нормально вроде бы. Так тоже, смотрите как. Ведь когда говорят, что дайте мне какое-нибудь сильное снотворное, да, вот, собственно, сильное. Ну, чем более сильное снотворное, тем больше потенциал развития зависимости, да, побочных эффектов. Когда говорят, что абсолютно безопасное снотворное, оно, как правило, абсолютно бесполезное. А, допустим, возьмём феназепам. Вообще-то в острой ситуации, ну, я думаю, вы, наверное, тоже понимаете, ну, вернее, наверное, согласитесь, что это хороший препарат для снятия острого стресса. Да. Да? Но когда человек, особенно пока он ещё был без рецепта, ну, вернее, был не в спецучёте, а можно было у знакомого фармацевта это просто купить. Да, да, да. Человек раз попробовал, два попробовал, три помогает. Да. Но пару-тройку месяцев приёма феназепама, и привет, начало увеличения дозировок. А потом человек приходит там на 4, 5, 6, там, 8 миллиграммах феназепама и говорит, доктор, а что ж теперь делать, я не могу отменить, а у меня уже побочные эффекты и так далее. То есть, когда мы назначаем препарат, мы всегда должны подумать, а когда мы его отменим? А там ведь ещё эффект отмены, то есть тут ещё надо и выход делать. Вот, а ещё нужно подумать, как мы будем отменять через феномен отмены. И поэтому принятие решения о назначении любого препарата очень ответственное решение. И вообще моя задача как сомнолога постараться человека обследовать, поставить диагноз, уточнить причину и воздействовать на неё. И если уж как-то там не получается и так далее назначить препараты, ну плюс ещё всё равно нормализовать образ жизни, когнитивно-поведенческую терапию, чтобы когда мы потом нормализуем образ жизни и так далее, мы отменили этот препарат. А то же знаете как, когда доктор обычно назначает, а пациент даже спрашивает, доктор, а как потом-то отменять? Ну, как-нибудь потом реши. Да, потом разберёмся. А как потом? Да, а потом разберёмся. А человек через 2 года приходит на том же квитиопене, начали там тоже хрикой льётся квитиопен, который назначается при бессоннице. Там 12,5 мг, да, человек хорошо спит. Потом он начинает этот препарат без всякого врача покупать где-нибудь у знакомого фармацевта, потому что, опять же, не спецучётный препарат. Ко мне приходит через 2 года на 200-300 мг квитиопена и говорит, доктор, я как-то не сплю, и у меня уже ноги шевелятся, и у меня уже куча побочных эффектов, отменяю, всё ещё хуже становится. Я говорю, слушайте, ну, да, наркоман лекарственный, будем думать, что делать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!